От мусора к мощности. Преобразование отходов в чистую энергию с помощью переработанных материалов. Да даже у многих знакомых у меня, допустим, дома лежит с тех времен, когда они были активным ходу, то есть они остались и они просто лежат, пылятся. Светлое будущее, как автоматизация систем освещения, оптимизирует расходы в университетском общежитии. Датчики движения тоже имеются в комнатах личного пользования. Также мы установили, как здесь видно на картинке, мы установили, получается, светильники, то есть студент после занятия может прочитать книжку, пока он читает книжку, то есть он может зарядить телефон. Угольная зола как удобрение. Казахстанские студенты придумали умный способ улучшить почву и увеличить урожай. Но вот добавляя наш компост, мы как бы заново привносим вот эти органические и неорганические компоненты, тем самым увеличивая плодородие их, а соответственно продолжительность жизни растений может быть увеличена. Как инновации решают экологические проблемы? Можно ли построить устойчивую экономику с помощью зеленых технологий? Мы продолжаем знакомить вас с молодыми новаторами, современными представителями отечественной науки. Включаем экологику. Молодые ученые и студенты на волне сложной экологической повестки продолжают выходить за рамки традиционного подхода к решению проблем окружающей среды. Их изобретательность и творческий подход вдохновляет на создание новаторских технологий, способных изменить игру в экологическом балансе. Благо сейчас у них есть возможность проявить себя. На развитие науки в течение трех лет из госбюджета выделили 625 миллиардов тенге. Хочется надеяться, что деньги дойдут до авторов проекта. Они им сейчас не помешают. Мы взяли CD-диски, которые сейчас не используют, взяли кремниевые чипы, соединили их, и при помощи этого можно вырабатывать электричество, электроэнергию. То есть все максимально просто. Получается, идет вторичное использование, потому что у нас ни диски, ни кремниевые чипы не перерабатывают, просто вывозят на свалку. А где вы берете эти CD-диски? Да даже у многих знакомых. У меня, допустим, дома лежит с тех времен, когда они были в активном ходу. То есть они остались, и они просто лежат, пылятся. Выкидывать жалко, потому что они комбинированный пластик с металлом. Их никак не переработаешь. Еще и большой риск, может пожар образоваться из-за них или еще что-то. Еще один проект карагандинских студентов – гравитационный генератор. Принцип его работы основан на преобразовании кинетической энергии. Низкие эксплуатационные затраты, отсутствие вредных выбросов и возможность использования в различных климатических условиях. Более того, такая система может быть внедрена в университетских кампусах для обеспечения энергии различных зданий, а также для исследовательских и образовательных целях. Основная задумка заключается в планетарном механизме, который при помощи, если с этой стороны мы посмотрим, опускается груз, происходит один оборот. А с этой стороны, благодаря планетарному редуктору, происходит 50 оборотов, то есть 1 к 50 соотношение. И определенный груз опускается благодаря силе гравитации, приходит вращение и вырабатывается на электроэнергию. Получается, это вращение передается на генератор. То есть он не останавливается? Пока будет опускаться груз и будет происходить движение, он будет вырабатывать. А сколько это время? Мы засекали это примерно 15 минут, но мы сейчас хотим доработать это до такой степени, чтобы использовать это на дверях. То есть постоянно открываются двери и использовать механизм планетарного редуктора вместе с генераторами, что вы дверь открыли, механизм зарядился и, получается, начал опускаться. Еще одно инженерное решение для экономии электроэнергии разработали студенты из города Семей. По сути, усовершенствованная система «Умный дом». С помощью программного обеспечения можно оптимизировать использование энергии, выключать свет в помещениях, где он не требуется, подстраивать яркость в зависимости от времени суток и активности студентов. Получается, данная система работы с помощью Wi-Fi, установлена в университете, а также с помощью, получается, работает она с помощью телеграм-бота, точнее, работа изначально после использования, это стало не совсем удобно студентам, мы переделали на полноценное ПО. То есть мы можем видеть здесь картинки, я дальше сейчас вам покажу презентации. Получается, вот у нас показаны сами скрежеты ПО, то есть мы можем включать отдельную комнату. Также есть возможность при уходе с комнаты включаться автоматически, то есть слежка за геопозицией тоже имеется. «Умная система управления светом» позволила сократить затраты на электроэнергию и значительно уменьшить коммунальные счета университета. «Датчики движения тоже имеются в комнатах личного пользования. Также мы установили, как здесь видно на картинке, мы установили, получается, светильники. То есть студент после занятия может прочитать книжку. Пока он читает книжку, то есть он может зарядить телефон, там есть беспроводная зарядка. И также есть у этих светильников три режима свечения. То есть, ну, как бы для каждого, какой комфортнее». Есть у наших студентов идеи не только в энергоэффективности, но и в сельском хозяйстве. Например, студенты Карагандинского университета додумались использовать угольную золу в качестве удобрения. Угольная зола содержит значительное количество минеральных элементов, необходимых для роста растений, таких как калий, кальций, магний и микроэлементы в небольших количествах. К тому же сырья этого в шахтерской столице хоть отбавляй. «Это технология утилизации зольных отходов, которые производятся в результате сжигания угля методом компостирования. Проектом мы занимаемся уже три года. Проект направлен на то, чтобы использовать минеральные компоненты, которые откладываются в золе, в качестве источника питания для растений. То есть путем компостирования мы увеличиваем содержание полезных органических соединений в этой золе. А сама зола становится источником микроминеральных удобрений, микроминеральных компонентов, которые в дальнейшем питают растения. Мы создали этот проект специально для использования в городских условиях, потому что известно, что в городских условиях основная проблема – это вынос всех этих минеральных веществ. Поэтому почвы, допустим, городов, они очень бедные. И со временем там очень мало что растет». А еще использование угольной золы поможет уменьшить зависимость от химических удобрений, так как она предоставляет множество необходимых питательных элементов для растений, способствует лучшему росту корней и обеспечивает более благоприятные условия для развития микроорганизмов почвы. Добавляя наш компост, мы как бы заново привносим органические и неорганические компоненты, тем самым увеличивая плодородие их, а, соответственно, продолжительность жизни растений может быть увеличена. Мы только в этом году, вернее, в прошлом году, благодаря проекту CLL, организовали на территории нашего университета опытную площадку, посадили там 40 деревьев осенью. Сейчас у нас планируется еще посадка 40 деревьев в весеннюю посадку. И в дальнейшем мы будем этот проект масштабировать в целом по городу, то есть у нас уже есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы еще раз испытать. Но мы пока как бы выдерживаем, смотрим, как наши деревья пойдут. И если все будет удачно, тогда мы можем уже предложить свой проект дальше на реализацию. Устаревшая инфраструктура, слабая материальная база, кадровый дефицит казахстанских вузов долгое время тормозили развитие студенческой науки. Не так давно президент анонсировал серьезные перемены, например, строительство новых кампусов для ведущих университетов страны. На эти цели и не только в течение трех лет выделят 625 миллиардов тенге. Кроме того, в дальнейшем обещают планомерно увеличивать бюджет науки. Это и есть те самые действенные механизмы, которые будут стимулировать наших молодых ученых изобретать интеллектуальные решения для борьбы с изменением климата, загрязнением окружающей среды и устойчивым развитием национальной экономики. Самое время включать экологику. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ